Неадекват тянется еще с советских времен, когда для таких людей существовал даже специальный термин – несуны. Все, что не так лежало у государства, уносилось домой, на дачу, а потом и в коммерческие структуры. И даже через 30 лет независимости государство не становится для нас родным. Мы все время норовим что-то у него украсть, унести, перераспределить, паразитируя на теле общество и бюджета. Однако новое поколение несунов все же уже меняет объекты своего внимания и переключается на тех, кто раньше унес. У большевиков это называлось экспроприация экспроприаторов, но сейчас убиваются сразу два зайца. И популярность среди деградировавшего населения завоевывается, и избирательные фонды можно пополнить за счет жертв. Если сто лет назад такие частильщики напрямую рвались к власти, то сейчас стартовой или перевалочной площадке становится парламент, где можно отсидеться, набраться связи или даже просто остаться там на пару-тройку созывов. Спасибо вам, господин Джумалеев. Мы рады, что все-таки вы решились на такой шаг зайти в правое русло. Мы пойдем законным путем, даст Бог, если все это куда-нибудь закончится, если нас народ поддержит, то я так думаю, мы пойдем в парламент. Будем баллотировать с парламентом, правильно? Народ потребует. Народ потребует. Народ потребует. Народ хочет. Да. И мы пойдем, и мы вполне законным путем, путем выборов, мы постараемся попасть в парламент.